А эти персики, такие как кулак должны были быть. Вот инжир молоденький. Валерий Михайлович осматривает свой родной дом после того, как ушла вода. Уничтоженный двор, всё вокруг покрыто илом. Теперь от сада остались только воспоминания. Вот эта красная смородинь такая была. Я её должен был уже сегодня отослать в Польшу внукам. В сам дом пока зайти невозможно. Течение перекрыло вход намытой мебелью и вещами. В комнатах до сих пор стоит вода. А если бы и не ушёл, то так хотя бы у меня собака, кошка остались ещё целые. Там немножко вещей в языке. Теперь все личные вещи, мебель и техника отправятся на свалку. Пропало также всё, что отдавали на хранение родственники и соседи, уезжая из оккупации и от российских обстрелов. Вот, видите, тут постельное бельё, детская одежда. Внуки уехали, я пособирал здесь. Потому что, когда те к*** были, к*** приходилось спрятать. Сто квартир вещи, ей нужно было во все дырки затыкать. Вывезти и спасти хоть что-то Валерий не смог. Его авто не на ходу с первых дней оккупации. С этим тоже помогли российские военные. Ну, зашли русские с проверкой. Дальше хорошо, что они не пошли к*** это сняли. Если бы дальше зашли, там бы вытащили и холодильник, и телевизор, и всё остальное, которое я привёз там, где люди выезжали. А здесь сняли аккумулятор. Большой – это дизель, 2,4 дизель. Генератор, водяную помпу, масляный насос. Днепровская вода из Херсона отошла, но проблемы только оголяются. Смытые дома, разрушенные жизни. Тысячи людей остались без жилья. Валерию Михайловичу ещё повезло. Стены его дома выстояли. Но жить здесь он сможет не скоро. Нужен капитальный ремонт. Снимать гипсокартон, чтобы высушить стены. Потому что между гипсокартоном и стенами ещё находится минеральная каменная вата специальная, чтобы было теплее дом. И она держит в себе влагу. Если я её не сниму, то будет очень долго. И в этом году оно даже не высохнет. Всем пострадавшим правительство планирует выплатить по 5 тысяч гривен единоразовой помощи. Также должны быть выплаты от ООН. Глава Херсонской области уверяет, деньги на восстановление, строительство и ремонт предусмотрены. Кабинет министров выделил региону более 980 миллионов гривен. Лучше всего перечислить человеку деньги. А он уже самостоятельно будет делать капитальный ремонт. Помощь – это точно будут деньги. Мы их будем перечислять. Также, если у человека нет возможности заниматься этим, то мы будем нанимать, согласно техническим отчётам и экспертизам, строительную компанию, которая будет отстраивать и делать капитальный ремонт жилья. В свои 70 лет Валерий Михайлович говорит, вынужден начать жизнь с нуля. До начисления выплат помощь ему, как и тысячам других херсонцев, предоставляют волонтёры. Дарья Литовченко, Денис Синченко. Для телеканала Freedom.